Как относится к сои и к грибам? Как избавиться от паразитов? Если уже точно понятно, что есть паразиты, значит должно быть понятно, что это паразиты кишечные, бактериальные, грибковые или даже вирусные. Исходя из того, какие паразиты, нужно уже назначать лечение. Так ведь не сказать, для профилактики паразитов погонять. Ну, можете погонять кишечных паразитов, просто касторки выпить или любое другое слабительное. Если делать противопозитарные какие-то процедуры, то тут все серьезно. Если какие-то грибки, то нужно убирать все сладкое. Если какие-то вирусы, то нужно укреплять иммунитет. И главное, вот как в чем принцип? Не давать питание тем микроорганизмам, которые как раз вредят здоровью. Давать питание тем, которые улучшают это здоровье. То есть кормить симбиотную микрофлору. И, конечно же, для начала нужно диагноз поставить. После этого уже все остальное. Так, в каком продукте больше всего белка? Если посмотреть, погуглить, да, вот эти вопросы, прежде чем задавать их мне, вы узнаете, что больше белка, я так понимаю, растительное имеется в виду, конечно же, раз уж пишут вегану. Вот, больше всего белка в тыквенных семечках. Там порядка 30 граммов белка. Вот, и это на самом деле действительно много. Вот, хорошо. Но единственное, что нужно знать, что тыквенные семечки, они имеют противопозитарный характер. Это и хорошо, и не очень хорошо. Потому что, ну, может быть, там какой-то антибиотик противопозитарный. То есть это влияет на любую микрофлору. Это будет влиять и на симбиотную, и на патогенную. То есть, жестить с ними не надо. И все равно, даже если там много белка, это не значит, что там все вот эти аминные кислоты, все вот эти белковые структуры, они у вас усвоятся. Все-таки, что касается белка, на любом типе питания, вот, если вы еще едите белок, да, то его нужно разнообразить, разные источники брать, разные семена, разные орехи, да. Вот, кстати, как раз по поводу орехов. Много белка в орехах, много белка. Вот они там помогают. И даже там геракл на грецких орехах. Так надо посмотреть. На самом деле в орехах больше жиров. Вот, и в грецких орехах, насколько нам известно, как разведка донесла, много омега-3. Вот, проблемы со здоровьем, вообще, они зачастую связаны с нехваткой жиров. И если человек просто кушает больше, там, льняного семени, больше грецких орехов, источники омега-3, то у него жиры приходят в баланс и помогают синтезироваться гормоны, соответственно, растет мышечная масса, да. Потому что без гормонального фона, ну, никакого здоровья не может быть гормональный баланс, да. У женщин он один, у мужчин другой. Но там и там есть и, что называется, женские и мужские половые гормоны. Еще вопрос. Поднялась температура, озноб, что делать? Причину, как бы, выяснять, конечно же. Ну, что нужно знать, что когда поднимается температура тела, это в первую очередь сигнал о том, что организм разгоняет скорость обмена веществ. То есть, когда иммунитету нужно справиться с какой-то, там, проблемой, нужно срочно что-то, как бы, заживить, там, да, или где-то какой-то, какой-то вирус, там, организм разгоняет обмен веществ. И чем быстрее обмен веществ разгоняется, тем больше высвобождается энергия. А энергия у нас высвобождается в чем? В виде тепла. Вот. Самое главное – это контролировать верхний порог температуры, да, чтобы уже белки организма не начали сворачиваться, да, это вот после 40. А так, как бы, температура – это, конечно же, неприятное ощущение, но порой очень нужное для того, чтобы выработался иммунитет к тому или другому вирусу, вот, для того, чтобы, ну, избавиться даже от каких-то шлаков и токсинов. А также обмен веществ очень сильно разгоняется, и вот этот тремор, озноб, он появляется, когда акклиматизация. А человек не говорит, ну, какая же акклиматизация, я же никуда не езжу. Ну, нужно понимать, ну, зима сменяется на лето, то есть, климат меняется, соответственно, и акклиматизация. И вот, когда в межсезонье все заболевают, там, да, насморк, сопли, температура, и бегут в аптеку за антибиотиками, просто элементарно не понимают того, что это акклиматизация организма, нужно перестроиться на новый режим, зимний или летний. И вот понимание таких процессов, они просто помогут человеку пережить этот этап намного легче без таблеток, и тем более последствий от этих таблеток. Ну, и завершая этот монолог, да, рубрику «Вопрос-ответ», вот здесь спрашивают, знаешь ли еще какие-то анекдоты про вегетарианцев. Зашел вам анекдот прошлой игры, с которой я оставлял, вот, про дефициты. Ну, знаю анекдоты, конечно, но про вегетарианцев мало. Есть такой, знаете, больше такой сарказм, наверное, что посетителю в ресторане становится плохо, он начинает падать, к нему подбегает там молодой человек и взрослый мужчина. Они начинают его откачивать, молодой человек его там по щекам. И мужчина спрашивает, молодой человек, вы доктор? Парень поворачивается, возмущенно отвечает, нет, я веган. Короче, анекдот для тех, кто в теме. Те, кто не в теме, наверное, не поймут. Вот, у меня сейчас, на самом деле, ощущение, что мне вообще только одному смешно, потому что рядом, как видите, никого нет. Вот, насколько смешной этот анекдот, можете решать вы. Ставьте там на паузу, делайте свой лайк, или же дождитесь до конца видео. Оставьте свой комментарий, может быть, вы знаете какой-то классный анекдот, и в следующем видео расскажу его, чтобы все узнали. Ну, и на этой позитивной волне желаю всем удачи, респекта, благодарю за ваше внимание, хорошие вопросы. Так что, до новых встреч!